24 января во всех православных храмах России поминают казаков, погибших в результате репрессии. В заупокойных молебнах их потомки молятся за своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, которых не пощадила советская власть. Расстрелы, зверские казни, массовая высылка в Сибирь. За 4 года на Кубани было репрессировано более миллиона казаков. В станице Преградной, в те страшные годы, казачество было практически уничтожено, рассказывает Петр Данилович Басюк. Среди них был и его прадед Матвей Петрович Крючков. Во время революции он у Балахонова воевал в гражданскую войну. Он по своей жизни был верующий человек, был певчим в церкви, но однако он пошел за советскую власть воевать. И воевал в районе Астрахани, там в этих степях у Балахонова. Два года провоевал, оттуда, значит, пришел домой, оттуда, с этой, ну, с войны с гражданской. Вот. Ну, а его, значит, там местные активисты заставляли, значит, чтобы он на митинге при всем народе сказал, что Бога нет, церкви нет, веры. Он отказался. Его посадили в тюрьму. Полгода он просидел, все пытали, заставляли, давили его. Вот. Потом отпустили. Однако здоровье казака было подорвано, и вскоре Матвея Крючкова не стало. Не менее трагично сложилась судьба предков Романа Таранова, атамана Бедногорского районного казачьего общества. Его прадед Иван Иванович Таран проживал в Станице-Отважной, Кубанской области. Был хорошим хозяином, за что и поплатился. В 1920 году его вместе с другими станичниками в одночасье выселили с родной земли. В семье было 11 душ. Это по бабушке, по бабушке, по дедушке, 7 душ было в семье. И значит имели они на тот момент, естественно, лошади были, крупнорогатый скот был, ну мелочь, это птица какая-то была. Значит имели, мельница у них была своя. Когда вышла директива, всю станицу, ну в общем все собрались, что могли, взяли. Повозки какие-то были у них, у кого-то были, у кого-то не было, кто-то пешком. Вот. Ну и прадед мой, это уже по рассказам дедушки, что была возможность остаться на месте, так как сын его, он служил, ну посмочи, в общем, на Востоке, Дальний Восток там служил. И как раз у него была справка, что могли родственники оставаться. Ну прадед сказал, что что людям, то и нам. Он собрался, собрал всех своих, всю семью, детей, внуков там, у кого были уже. И погрузились они на телегу и поехали вместе с остальными станичниками. На то время Черкес был, это Баталпашинская станица. Все туда поехали. Оттуда, значит, они попали на Урал, Нижняя Губаха называется, на вольное поселение. Там были разные моменты. Кто-то в лагерях был, кто-то на поселениях. В общем, они попали в поселение. Работали в шахтах. Труд очень тяжелый был. Как они там выжили, я не знаю. Еды мало было. В общем, голод также. Ну это прадед, значит, еще повторно у него, получается, ну как, все были верующие, да, в Библии были, молились. И вот у него Библию нашли дома и, в общем, еще дали ему три года. Все эти три года Ивана Ивановича Тарана не просто содержали в тюрьме. Над ним издевались, применяли пытки, заставляли отречься от своей веры. Напрасно. Казак все выдержал. И в 1953 году, после смерти Сталина, вместе со своей семьей вернулся домой. Однако родина встретила спецпереселенцев неприветливо. Иван Иванович вернулся, женатый уже, вот фотография есть, родились там детки у него, трое, потом двое здесь уже, они когда вернулись в 1953 году, и возвращаться обратно нельзя было. То есть, в отважную они не вернулись, а вернулись они, вот, Карачао-Черкесия, село Подскальное, и вот там уже жили. Предки Романа Таранова по материнской линии проживали в Станице Надежной. Было в их семье три брата. Одного из них во время рида красноармейцы просто закололи. Деда, его звали Варфоломей, возили по Станице на телеге, ну, как, чтобы узнали, да, чей это родственник, все боялись, потому что из-за этого могли их самих расстрелять. Также расказачивание проходило, забирали все, что дома было, все забирали, вплоть до зерна, там, я не знаю, одно зернышко где-то лежало, все это забиралось, не давали ни кушать, ни оставляли на еду. О том, что она потомственная казачка, главный библиотекарь поселка Меднокорского Лариса Медведева даже не догадывалась. Факт принадлежности к казачьему сословию в семье тщательно скрывали. Бабуля, их вся семья пережила репрессии, и бабуля очень долго молчала и никогда не рассказывала. Только когда пришла перестройка, бабуля сказала, что ее отец был атаманом в Станице. Бабуля рассказывала, что дедушку Никифора постоянно вызывали, так как он был атаманом, его постоянно вызывали в контору. И все время говорили, кто у вас контрреволюционеры, кто сдай контрреволюционеров. Ему в результате это надоело, и он ушел. И семья всегда считала, что дедушка Никифор ушел вдвоем с товарищем, потому что, по всей видимости, даже семье не было сказано, куда он ушел. Но потом, вот уже совершенно недавно, я узнала о том, что он был походным атаманом в Станице Преградной. И когда над казаками сгустились тучи, по всей видимости, после того, как вышел указ о расказачивании, он увел казаков в Грузию. Семью сразу всю репрессировали, их было пятеро сыновей, и они все жили с родителями. Это была трудовая семья, но по меркам того времени, эта семья была очень зажиточная, потому что у них вот в таком доме была железная крыша. И когда дедушка Никифор ушел в Грузию с людьми, то всю семью репрессировали. Моя прабабушка, она с ними жила, у нее же была дочь Нина, моя бабушка, и она была беременная. Всех сослали, все конфисковали, всю семью. Бабушку с Ниной, с бабулечкой оставили, как амбар посадили, как заложников. Думали, что он вернется, но он не вернулся. Бабуля очень долго сидела в этом амбаре, рожала там ребенка, родила этого Сашу, Шуру. Он был очень слабеньким, и она все время, вот я помню, как она потом уже рассказывала, что когда родился ребенок, закричал, и пошел такой разговор за амбаром. Коли белопогонника. Бабуля знала, что это не станичник, потому что в станице так не разговаривали на О. Значит, это был чужой человек. То, что они тогда выжили, было просто чудом, говорит Лариса Александровна. Чудом выжила и другая семья, одного из братьев Атамана. Жена этого брата была репрессирована тоже с детками, их сослали, где-то под Буденовском они были, а они потом сбежали, пешком добирались по ночам. В общем, она рассказывала, это без слез не вспомнишь. Они добирались по ночам, выкопали в Псемене землянку, и практически до войны в этой землянке проживали. Найти данные о своих родных Ларисе Медведевой, как и другим жителям станицы, было весьма непросто. Практически все архивы преградной были уничтожены во время пожара. Сведения казаки добывали буквально по крупицам. Но иногда жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Совершенно случайно Лариса Медведева узнала о судьбе своего прадеда, который ушел в Грузию. У нас в библиотеке появилась вот такая книга «Казаки Кубанского войска в Великой гражданской войнах и эмиграции». Здесь содержатся фамилии 70 тысяч человек. И я думаю, да я посмотрю, где у нас тут Гусев. И открываю, и моему, конечно, удивлению не было конца. Гусев Алексей Иванович, казак станицы Преградной, младший урядник 2-го лейб-гвардейского 2-й кубанской сотни собственного его императорского величества конвоя. И что он в эмиграции и ранен 4 апреля 1945 года. В советское время каждый школьник из учебниковой истории страны знал, что злейшими врагами революции в России были казаки. Это они разгоняли нагайками митинги рабочих и студентов, а в гражданскую войну рубили шашками красноармейцев. О том, что случилось с казачеством, когда отгремела гражданская война, в школьных учебниках не писали. Народ, который жил по закону, честь, вера и родина для казака дороже жизни, был вычеркнут из исторической памяти. Сегодня ее восстанавливают. Восстанавливают с помощью государства, казачьих отделов и таких энтузиастов, как Лариса Медведева. С 2016 года она ведет исторический казачий клуб «Люба», в котором рассказывает школьникам о жизни и традициях своего народа. Кстати, в прошлом году этот кружок из небольшого городка занял третье место во всероссийском конкурсе, который популяризирует историю и культуру российского казачества. Если мы не будем искать корни, если мы не будем находить по крупиночкам, то кто сделает это за нас? Ведь 70 лет пытались уничтожить даже память о казаках, даже люди боялись сказать, что они из казачьей семьи. Бабуля у нас вообще не говорила, что она из казачьей семьи. Она до такой степени помнила эти репрессии, и как она там сидела, и как ей было тяжело. И она никогда никому об этом не говорила. Поэтому чисто из того, что наши дети должны знать свои истоки. Когда рассказываю детям, вот они, папы приходят, казаки, приводят с собой своих мальчишек, девочек приводят. И вот они вот так сидят и внимательно слушают, смотрят, не шелохнувшись. И я считаю, что это будет достойная смена, и это будет историческая память, которая сохранится. Потому что если мы не будем рассказывать своим детям, кто мы, откуда мы, каким образом мы появились на свет, конечно, этого никто за нас не сделает. Конечно, очень много горя принесло эта репрессия. Очень много семей погибло полностью. То есть даже род закончился у некоторых. Несмотря на это, казаки всегда были защитниками России. И во вторую отечественную они принимали участие. Несмотря на репрессии, они опять же вернулись в строй и защищали рубежи. И сейчас, на данный момент, вот СВО у нас проходит на Украине, территории Украины. Наши казаки там просто ложатся насмерть, грудью защищают наши рубежи российские. Поэтому было больно, конечно, и это все в памяти у нас осталось. Но если мы не будем защищать нашу Россию, то кто тогда?